Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Мы приветствуем вас со столицы нашей родной республики, города Якутск. И вашему вниманию программа «Якутск сегодня». Её проведу я, Юрий Семёнов, за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Ольга Степанова. И в нашей студии гости из нашей колыбели якутской интеллигенции Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Григорьева Анна Анатольевна, доцент кафедры восточных языков и страноведения Северо-Восточного федерального университета и Ордахова Туяра Валерьевна, старший преподаватель кафедры восточных языков и страноведения. Здравствуйте, коллеги! Добрый день! Мы сегодня будем говорить об очень интересной теме. Мы его назвали следующим образом «Искусство управления миром или как стать азиатским тигром». Сегодня мы видим, как очень динамично развиваются азиатские страны, как они сделали огромный рывок, учитывая, что в начале XX века они находились порой за обочиной развития, у них был совершенно другой свой цивилизационный путь развития. Но вот в XXI веке они вступили огромными, мощными, самыми динамично развивающимися странами. И вот удивительное их чудо, вот в чем формула их успеха, их, так скажем, достижений огромных, вплоть до научно-технических, трудовой дисциплины, производственной, мы хотели бы рассказать. Но прежде чем прийти к нашему большому обсуждению, мы сегодня собрались благодаря тому, что вот наш первый президент Михаил Ефимович Николаев ежегодно дарит большое количество книг школам, библиотекам, в том числе вот библиотеки архива, которые у нас есть в Актемцах Михаила Ефимовича. Он в этом году направил нам огромный труд, посвященный вот именно китайской философии, китайской мудрости. Это книги Бронислава Брониславовича Виногродского, которые в переводе на русский язык из самых древних, наверное, письменных изданий вообще мировой цивилизации. В Китае эта книга называется «Книга перемен». Здесь они вот по-различному называются. «Мудрости правителя на пути долголетия», «Искусство игры с миром». И вот мы ознакомились вот с этими удивительными книгами и хотим вот послужить таким драйвером сегодняшнего разговора, потому что, ну, все-таки Китай – это удивительная страна, дружественная нам страна, мы давно имеем тесные связи. Наверное, любой правитель скажет соседам, всегда надо дружить, но соседа надо познавать, узнавать. И какой вот опыт мы могли бы взять, какие учения интересные мы сегодня бы могли бы взять, чтобы не копировать. Я не говорю о том, что мы копируем, а о том, чтобы научиться чему-то хорошему, ценному, которое бы нашей нации, нашему народу эти бы помогли. Потому что все-таки одна из самых древних цивилизаций, если не древняя цивилизация, которая жива в том виде, в котором она остается, поэтому меня очень вот поразил, когда вот я прочитал эти книги, что они более чем две с половиной тысячи лет, очень большие каноны, не меняются, принципы познания остаются. И вот одна из последних версий Конфуции, который пятьсот лет до нашей эры, две с половиной тысячи лет прожил, и вот он собрал большую купу, да, писал, и вот эти каноны актуальны по сегодняшний день. Это удивительно, и, к сожалению, оказывается, достаточно мало людей с этим знакомо. И вот хотелось бы сегодня, чтобы мы немножко в том числе поведали. Ведь мы сегодня живем в эпоху перемен, либо, скажем, эпоху неопределенностей, когда буквально завтра может измениться все, да, созданием определенных научных технологий и так далее. Если в 50-е годы в космос могли полететь только большие государственные компании, то сегодня это делает частная компания Илона Маска. Сегодня есть автомобили без водителей. Это только одно. Мы видим, как вот новые заболевания, коронавирусная инфекция, абсолютно поменяла практически всю геополитическую структуру мира. Но вот Китай, наверное, один из многих, закрылся и очень хорошо сам по себе живет. А другие государства себе такого позволить не могут, потому что внешняя торговля один из ключевых факторов их экономического развития. Так в чем же вот мудрость Китая? Вот давайте поговорим с учеными нашего университета. Я вот очень прошу, Анна Анатольевна, вот прокомментировать эти книги. Вообще вы, китаеведы, как вот в чем их уникальная мудрость? Пожалуйста. Ну, если говорить о книгах, которые нам сегодня предоставлены, можете, да, подать, пожалуйста, чтобы показать, как они выглядят. Да, вот, например, управление книгой, да, управление искусством, управление переменами. То есть сама книга, она состоит из трех томов. И, то есть в эту книгу вошли толкования, да, очень большого количества трудов разных времен и эпох, да. И получается, что книга «Перемен», она является пособием для… То есть по искусству мыслить, да, то есть как нужно мыслить людям. И сама она состоит из вот таких вот знаков, которые называются триграммы, да. То есть триграммы, они соединяются между собой и образуют 64 гексограммы. И в этих книгах они даются полный, да, то есть очень подробный анализ каждого знака. И таким образом те, кто интересуется, допустим, фэн-шуй или какими-нибудь такими видами, да, то есть они могут почерпнуть для себя очень много знаний. На самом деле на русском языке вот такого полного собрания сочинений и полного толкования и так далее, такого еще не было, да, то есть это одна из таких книг, которая дает нам действительно очень много, что мы можем действительно почитать и узнать. В первом томе содержатся знаки с первого по тридцатый, да, то есть это такие гексограммы, которые представлены в виде линий, и прерванных или прямых линий, которые называются гексограммы. И во втором томе даются с тридцатого по шестьдесят четвертую гексограмму. И третий том, он как раз-таки дает, здесь собраны так называемые десять крыльев, которые были созданы Конфуцием. И это свод принципов и основ, с помощью которых можно разгадать, прочитать или руководствоваться при прочтении первого и второго тома. И можно сказать, что формула успеха этой мудрости китайской, этой книги, она работает, потому что тысячи китайских правителей, они оттачивали свой ум, мысли, свои, так скажем, философские взгляды, как управлять в том числе. И мы видим сегодня, как Китай до нас дошел вот с такими успехами, потому что не каждый был знаком. Конечно, да, только чиновники, которые дошедшие вот именно до определенного уровня, то есть люди, которые могли управлять государством, они обязательно должны были знать основы, то есть содержание вот этих пособий, получается, да, то есть трактатов, которые нужны были именно для того, чтобы... Домыслить, работать в будущем, да? Вот, Туяра Валерьевна, а вот другие части книги, вообще китайская философия, вот как в том числе дает нам форму, так скажем, успеха в такое достаточно сложное, неопределенное время? Ну, если говорить об успехе, да, как достичь, если говорить, допустим, вот данная книга, «Мудрость правителя на пути долголетия», достаточно актуальная тема сейчас, да, вопрос здоровья, и в данной книге как раз-таки идет речь о бессмертии во всех смыслах этого слова, так как в даоском учении бессмертие, в первую очередь, именно бессмертие физического тела, было основной целью всех учений, ну, всех усилий, да, которые должен прилагать человек в течение своей жизни. И в данной книге, можно сказать, что автор вполне допускает, что бессмертие физического тела так-то невозможно, недостижимо, но предельное основание для своих действий всегда делает их более продуктивными, то бишь в течение всей своей жизни человек должен стремиться именно к бессмертию своей души. И каждая глава, она состоит из трех частей, допустим, в первой части автор, он интерпретировал Тао Дэдзин, это как раз-таки книга об истине силе Лао Цзи, да, из даосского учения, таким образом, чтобы проявить способы работы сознания, показать образы и пути, по которым проходит здоровое течение жизни человека, и в том числе, как могут возникать различные болезни. Вторая часть каждой главы представляет собой цитаты из классических китайских трактатов по медицине, которые в сущности также описывают работы сознания в теле человека. Третья часть главы, она является практическим осмыслением, можно сказать, китайских мудростей. Здесь также рассказывается о возможном применении китайского знания, об устройстве мира и тела в целом. Также даются основные определения понятия, которые встречаются мудрому управителю внутреннего и внешнего мира на пути здорового долголетия, стремящегося к вечности. И, наверное, гармонии между внутренним и внешним миром. Правильно, да, естественно. Потому что здесь у нас обычно в нашем менталитете либо преобладает одно, либо преобладает другое. Совершенно верно. А вот конфуцианство все-таки это, ну, нельзя назвать чисто религией, да, как христианство, как буддизм. Учение. И, наверное, в одном из трактатов вот этих книг и вообще китайской философии можно сказать, что это огромное уважение к культуре, знания, мудрости предков, которые есть. И поэтому я бы, наверное, очень хотел призвать наших слушателей, вообще все поколения, вне зависимости от старшего, младшего и так далее, чтить память, уважать память и как-то учить вот эти мудрости. Ибо без них мы знаем, что невозможно иметь будущее просто потому, что огромный опыт накапливается. Но вот самая большая ошибка, которую чаще всего мы совершаем, это когда мы забываем то, что было сделано. И Василий Васильевич Ключевский, великий историк нашего государства, говорил, историю не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. И, наверное, вот конфуцианство в том числе говорит. А вот сегодня до сих пор конфуцианство процветает, как и в Японии, в принципе, как и в Китае мы видим. А вот в чем суть конфуцианства, вот простыми словами? Скажите, пожалуйста. Что касается конфуцианства, здесь нужно понять основные принципы, основные понятия, которые трактует само конфуцианство. Это здесь в основе, то есть в основе учения конфуция лежат основные принципы. Ключевое понятие конфуцианства – это человеколюбие и гуманность. То есть человек, по мнению конфуция, должен всегда стремиться к некоему идеалу. То есть идеалу человека, который будет собой представлять, то есть включает в себя скромность, справедливость, сдержанность. То есть те добродетели, которые должны быть у каждого человека. И, наверное, сегодня нам тоже очень нужно, чтобы каждый человек любил другого человека, взаимоуважение к нему относился. Уважаемые коллеги, уважаемые дорогие телезрители, мы переходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, через две минуты мы вернемся и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы снова вернулись в наш эфир. Программа «Якутск. Сегодня» и за режиссерским пультом Мария Новгородова и Ольга Степанова. И напомню, что сегодня у нас в гостях Григорьева Анна Анатольевна, доцент кафедры восточных языков и страноведения Северо-Восточного федерального университета и Ордахова Туяра Валерьевна, старший преподаватель данной кафедры. И вот мы, когда ушли на небольшой перерыв, мы говорили о конфуцианстве. Давайте продолжим. Это очень важная тема. Мы остановились на тем, что одним из самых главных принципов конфуцианства является взаимоуважение. Мне кажется, сегодня очень не хватает у нас этого везде, как и на уличной остановке, как в деле, в общении. А вот какие еще добродетели есть у конфуцианства? Да. То есть еще, кроме основных принципов, допустим, гуманности, человеколюбия, есть еще такое понятие, как долг. Потому что человек, по мнению конфуция, который не только добродетелю и своей гуманностью, он не может достичь своего идеала. Поэтому помимо этого он еще добавляет следующий принцип, как долг. То есть человек гуманный, человеколюбивый, он должен принять на себя некие обязательства, которые он должен в виде своего человеколюбия, своей гуманности, он должен привнести еще и некий долг. И следующий принцип — это долг, который переводится как «и» в китайском языке, то есть моральное обязательство. Также конфуция разработал такие принципы, как ритуал, знание и искренность. И следование всем этим принципам было обязанностью как раз-таки благородного мужа, Джунцзе, который, по мнению конфуция, должен был человеком скромным, человеком с достоинством, немногословным, который собой олицетворял действительно идеального человека, то есть идеальный человек. Кроме этого, конфуция выделял так называемый социальный порядок в Китае, то есть порядок, который он хотел видеть в Поднебесной. То есть он говорил, что отец должен быть отцом, сын – сыном, правитель – правителем, чиновник – чиновником. То есть таким образом каждый человек должен знать свои права и обязанности. Самое главное – обязанности соблюдать. Их тоже очень большое значение. А вот сегодня конфуцианство, как сказали вы, работает ли оно сегодня, и обеспечивает ли оно, является ли той основой развития сегодняшнего Китая? Как вы считаете, Татьяна Валерьевна? Как сказала моя коллега Анатольевна, принципы конфуцианства, они применимы и универсальны в данное время, что и осознает экономическая партия Китая. И, конечно, то конфуцианство, которое существует сейчас, оно не то конфуцианство, которое понималось раньше. Естественно, они его адаптируют, меняют, изучают и воспринимают его по-разному. Но самое важное, что объединяет всех в Китае, это именно, можно как сказала Анатольевна, постулаты конфуцианства, и понятие того, что общество, страна — это одна большая семья, где старшие обязаны заботиться о младших, нести за них ответственность, а младшие, в свою очередь, слушаться и проявлять уважение. Это категория сяо, уважение и почитание старших. И так считается по конфуцианству, что именно при такой иерархии и при таком порядке в обществе будет царить гармония, простые люди не будут роптать, а власти забывать о необходимости служить своему народу. И, иными словами, чтобы в обществе был порядок, и в его основе должны лежать иерархия и лояльность. — Что также хорошо прописывается и наблюдается в книгах, о которых мы сегодня говорили, и о системе мышления, как это обустроено, и мир обустроен, тоже это очень важно. То есть вот эти формулы, так скажем, взаимоуважения, и причем старшее поколение тоже с уважением относится к младшему, здесь нет такого, что одни обслуживают других. Здесь очень такая взаимогармония, так скажем. — Да, вот как вы говорили, гармония, гармоничные отношения. — Вот Конфуций всегда говорил, ищите золотую, так скажем, середину. Не всегда должно быть все плохое, не всегда должно быть все хорошее. А есть и то, и другое, это очень важно. Вот удивительным свойством Китая, в котором в том числе раскрывается искусство управления переменами, это всегда видеть на несколько десятков, сотен лет вперед. Не жить сегодняшним днем. Вот я перед нашей большой разговором посмотрел исследование Левада-центра, исследование ВЦИОМа, которое изучает общественное мнение. И вот наших граждан больше всего волнует эта бедность, которая вот есть, и наш президент об этом говорит, что борьба с бедностью — одна из ключевых задач правительства. Это рост цен и инфляции. И третье — это коррупция. А вот в Китае совсем другие подходы. Они прежде всего ставят не такие суеминутные каждое дне. Тяжелые времена, смут — это уйдет. Придут в созидательный путь. И они вот очень большое внимание уделяют образованию, культуре. И вот удивительно, что каждый чиновник читает эту книгу, каждый житель читает эту книгу. И говоря о чиновниках, да, почему-то в том числе коррупции там мало. Не потому что очень жестокие и жесткие законы, а в том числе потому что, так скажем, добродетели. Очень в древнем Китае, вот как была проверка чиновников, да, семь дней запирали в некоторых провинциях чиновников, и семь дней его экзаменовали очень сложными, тяжелыми экзаменами, в том числе знание этих книг, знание мудрости, чтение и так далее, стихосложение, каллиграфия, осанка, хождение и много-много другое. И вот очень жесткая кадровая политика, и по сегодняшний день это тоже сохраняется. Я вот знаю, что и вы все были в Китае. Вот какие ваши впечатления внутренние от самих китайцев? И вот к чему бы все-таки мы могли бы научиться от сегодняшнего Китая? Да, согласна с вашими мыслями. И чему мы можем научиться, естественно, такой логичный вопрос. Мне кажется, это умение адаптироваться, умение адаптироваться к изменяющейся ситуации. Допустим, китайцы, как вот они, да, они же не идут, допустим, как вот вы тоже замечали, допустим, отрину свое прошлое, двигаться только вперед. Нет, самое главное — это их умение помнить о прошлом. И поступательного развития. Правильно, да, и двигаться вместе с ним вперед. Но самое важное, да, что они постоянно делают, это адаптируются под изменения, под новые какие-то тенденции, и это делают очень быстро. Допустим, они не будут роптать или жаловаться, что что-то происходит вне их желания. Если это происходит, значит, это нужно принять, нужно быть гибким и нужно уметь изменяться, адаптироваться под новые условия. Технологически, при этом сохраняя свое содержание, корень и так далее. Естественно, да. Вот, например, хочется процитировать... Кстати, мы работаем в прямом эфире, к нам поступил звонок. Ага, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мой вопрос такой. Как дальше будет Китай вот развиваться? Потому что у них запретили рождение. Вот сейчас, не знаю, разрешили или нет, детей рожать нельзя. Люди, человек на человеке сидит. Территории нет, земли мало, экономика растет, люди размножаются. Сейчас, по-моему, разрешили им рожать. Тогда как 2 миллиарда человек, куда они пойдут? Вот они так же смотрят на Дальний Восток масляными глазами, как японцы смотрят на Курилы. Вот мой вопрос. Как они, куда, как в дальнейшем, что будут развиваться? Куда они пойдут, вот если привык? Спасибо. Очень понятный вопрос. Большое спасибо, дорогие телезрители. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 32-00-66, 32-11-66. Если есть вопрос, задайте. Ну вот, коллеги, вот китаеведы, вот вам большой вопрос. Но прежде всего я хочу сказать, что разрешать китайцам запретить. Разрешили, потому что там идет старение населения, людей рабочих рук становится с годами меньше, демографы посчитали и так далее. Ну, сказать, что территория маленькая Китая, я бы не сказал. Ни в коем случае. Это огромная территория, огромное пространство, огромные высотки, которые они строят. Это им позволяет им развиваться. Но, тем не менее, есть определенные вопросы. И даже Кулаковский в свое время писал, что китайцы будут смотреть, и они захватят мир не силой и войной, а своим количеством. Мы знаем, что в Канаде огромное количество Соединенных Штатов, и в Европе огромное количество китайцев. Но вот как они, вы думаете, вот Китай куда сейчас стремится, как думает и как будет развиваться. И вот все-таки территориально будет ли прирастать за счет других территорий. Мне кажется, наш зритель в том числе задался таким вопросом, потому что мы живем в Якутии, огромной территории, только меньше одного миллиона человек. Пожалуйста. Конечно, мы не являемся историками, специалистами именно в геополитическом вопросе. Но и не можем сказать, что мы знаем о внешней политике и о тенденциях развития внешней политики Китая. Но самое, вот в чем мы можем быть уверены, это в том, что Китай, он, во-первых, он выступает за Единый Китай. И мы, как стратегические партнеры Китая, Российская Федерация, мы поддерживаем Китай в том, что это Единый Китай. И Единый Китай включает в себя такие спорные территории Тайваня. И в последнее время в новостях также прослеживается... Парасельские острова вопрос. Да, очень много таких вопросов. Китай, он всегда будет именно... Во-первых, он сейчас, он отстаивает территории, которые у него есть сейчас. И мы с вами знаем, что Китай, как и для России, эти вопросы, территориальные вопросы стоят очень остро. Это тот же Тайвань, кому он принадлежит, является ли это отдельной какой-то страной, а не провинции, как считает Китай. Также и вопрос Гонконга, и также стоит остров вопрос Синьцзян-Угурско-автономного района. Вот эти вопросы, они являются важными вопросами именно единства Китая. И для них важно это сейчас сохранять свою целостность внутри самого Китая. Анна Анатольевна, вы как видите, как Китай будет развиваться? Ну, я тоже не знаю, то есть не могу это сказать, но я знаю, что Китай очень хорошо работает со своими диаспорами, то есть которые расположены во многих странах. И именно вот эта их работа совместная, она идет в правильном направлении. Я считаю, что так и должно быть, что хотя вот китайцы и переезжают, но тем не менее они чувствуют поддержку своей страны. И вот вся эта их... То есть они работают мощно с диаспорами в том числе и переезжают туда, да? Уважаемые дорогие наши слушатели, зрители, мы скоро уйдем на традиционную рекламу, и через две минуты мы обязательно вернемся, продолжим наш разговор в нашей студии с нашими учеными, исследователями очень удивительной страны Китая. Оставайтесь с нами, продолжение еще интересное. Дорогие слушатели, зрители, еще раз здравствуйте. Мы сегодня еще раз приветствуем вас на нашей передаче «Якутск. Сегодня». Мы работаем в студии и сегодня говорим об очень важной теме, о развитии нашей страны, республики, в том числе в контексте изучения конфуцианства. И вот мы остановились на том, что чему можем научиться у современного Китая. И вот как нас учат вот те книги, о которых мы ранее говорили, это то, что нельзя жить только сегодняшним днем, только сегодняшними проблемами, тем более они не дают той почвы, которая дает нам развитие. Вот я, когда прочитал эти книги, вообще смотрю на развитие Китая, я провел некую параллель с 90-ми годами, которые было у нас в республике. Это тяжелейшее время для российской истории, кризис, развал огромной Советской империи. И в это время что делают другие субъекты в нашей стране? Они борются за хлеб, чтобы у них был масло и молоко и так далее. Вот живут каждодневные проблемы. А мы в республике, мы вспоминаем нашего первого президента, который заложил, наверное, вот в том числе, как большие китайские мудрые правители, это основе развития человека, сознания человека, как поменять сознание человека, потому что мы перешли совершенно в новую эпоху, совершенно новые рыночные отношения. И как поменять сознание? Вот первому президенту, мне кажется, это удалось, он это смог сделать, когда мы в углу поставили народосбережение, когда мы в углу политики государства поставили образование, развитие таланта каждого человека. Это очень важно, да? Таланта каждого человека и здоровый образ жизни, пропаганда, детского спорта, массового спорта, физической культуры. И мы видим эти плоды сегодня, когда пошли дети свободные, другие рыночные отношения, которые смогут меняться в этом мире. И мы сегодня видим большие результаты, как в IT-отрасли, в IT-технологиях, видим в образовании, в олимпиадном движении. Мы видим, как создатели наших кинематографов создали огромное чудо. И вот это, мне кажется, плоды тех 90-х годов, когда образование стало в приоритете нашего государства, и мы все это смогли сделать. И вот Китай тоже в своей политике, в книге «Искусство управления переменами» говорится, что прежде всего в углу угла должен стоять человек, созидательный труд, та культура, традиции, которые были заложены предками, сохранение и умение адаптироваться. А сегодня мы замечаем, что все-таки есть определенные моменты, когда мы очень трудно воспринимаем какие-то инновации, мы не хотим от этого отказываться, тогда как мир наступает и все это делает. И вот как вы считаете, как нам в этом мире справиться, как это воспринять? И вот в этом контексте я бы, наверное, хотел вам задать еще такой вопрос. Ваша кафедра является институт, является новым, и он тоже был создан нашим первым президентом. Вот как он создавался, ваш институт? Кто учится сегодня в ваших специальностях? Где они находят работу? Пожалуйста. Да, разрешите ответить на этот вопрос. Наша кафедра восточных языков страноведения, она открылась в 2000 году, как раз-таки во время президентства Михаила Ефимовича Николаева. И я сама, будучи одним из первых студентов кафедры, когда у нас было посвящение первокурсников, он к нам приезжал, и это действительно был такой запоминающийся момент. Кафедра уже в прошлом году, мы отметили 20-летний юбилей, у нас уже было 16 выпусков. На кафедре у нас преподаются, кроме китайского языка, еще японский и корейский языки. Каждый год у нас программы модернизируются, как говорится, адаптируемся под новые тенденции. И что касается именно китайского языка, сейчас китайский язык у нас преподается не только в университете, но еще и в школах нашей республики, где работают как раз-таки наши выпускники. И вот в прошлом году на региональном конкурсе «Учитель года» наша выпускница, Конна Ивановна Сергеевна, учитель китайского языка средней школы номер 23, выиграла, стала учителем года. Это такой для нас очень знаменательный и важный момент. И мы надеемся, что изучение китайского языка будет развиваться на территории нашей республики. Сейчас на нашей кафедре у нас реализуется новая программа, как раз-таки, отвечающая требованиям времени. Это межкультурная коммуникация и образовательная среда, где у нас ребята обучаются по направлению лингвистика. Это будущее в целом. Конечно, мы, естественно, видим это переводчики. Это люди, которые могут обеспечить межкультурную коммуникацию, это общение с другой страной. Не просто уметь переводить, не только знать язык, но и знать еще очень детально культуру этой страны, как раз-таки, да, уметь понимать их менталитет, да, особенности их жизни, философии. И мы надеемся, что наши выпускники в будущем, они внесут свой вклад в развитие нашей республики. Это было бы очень важно, потому что богатство, накопление богатства невозможно обеспечить, живя только и торгуя только внутри одного региона, внутри одной страны. Это только межнациональный, так скажем, обмен. Почему мы говорим, Франция богатая, Великобритания богатая, Китай тот же имеет большое экономическое, потому что за счет внешней торговли. Я очень надеюсь, что вот наши молодые люди, которые получат это образование, обеспечат нам контакт с миром, и в том числе, так скажем, очень дипломатичным, правильным, гармоничным, скажем, созидательным пути нашего развития. Вот, а вы как видите, Антонина, вот как вот повлияла ваша кафедра на развитие республики? Потому что я вот вспомню тоже 90-е годы, когда у нас не было ни переводчиков, ничего. Вот Михаил Ефимович предложил создать международные спортивные игры «Дети Азии», которые поменяли сознание людей. Вот в этой книге, в том числе огромное количество, надо работать с сознанием людей, потому что изменение сознания людей, нации, она меняет все вокруг. И вот, когда мы начали проводить международные спортивные игры, у нас появилось огромное количество потребностей. Это потребность в переводчиках, в общественном питании, в сети, в обслуживании, развитии инфраструктуры, гостиничного комплекса, обеспеченной безопасности, обеспеченной здравоохранения на международном уровне и так далее. И вот эти все отрасли, как вот снежный ком начали развиваться. И мы сегодня это видим, что в Якутске это все, все эти гостиницы, рестораны, все это очень хорошего стандарта, они у нас есть. Но ведь несколько, 20, буквально 30 лет, 20 лет назад этого не было. И вот ваша кафедра, в том числе, которая возникла благодаря потребностям, времени, которые мы первые ощутили, я вам скажу, я много других субъектов посещаю, даже в Дальнем Востоке, и там даже гостиниц нету, вот приехать в другую область, да, там одна гостиница на всю Сахалинскую область, например, могу сказать, да, там хорошая, приличная, но две гостиницы, да, и так далее. В Магадане сложные, в Иркутске сложные, и так далее. А вот у нас это бурно. Вот скажите, пожалуйста, Анатольевна, вот как вот повлияло возникновение этой кафедры, и где работают ваши студенты? Да, да, выпускники. Мы очень с теплотой, да, вспоминаем каждого нашего выпускника, то есть за все эти 20 лет, которые прошли. Наши студенты, они на самом деле очень все, то есть они трудоустроены и работают. Я скажу именно о китайском языке, да, наверное, потому что с китайским языком наши студенты, они, можно сказать, разбросаны по всему миру, да, и часть, да, какая-то, но часть, она остается здесь и работает во благо республики, допустим, в министерствах, министерства по внешним связям, да, там очень много выпускников работало и работает по сей день. Также очень много выпускников, которые учатся в магистратуре, допустим, да, но потом они возвращаются и также находят себя здесь, в республике, во благо республики. И мы всегда поддерживаем, что хорошо, то, что мы всегда поддерживаем с ними связь. Когда бы они не закончили свое обучение, мы всегда можем к ним обратиться за помощью. Даже вот сейчас мы можем легко найти своего студента, допустим, и попросить о чем-нибудь, да, чтобы они нам в чем-нибудь помогли и так далее. И никто никогда не отказывает, конечно же, потому что мы, как от нас... Ну, они в самых разных отраслях экономики. Да, это может быть как экономика, не обязательно только образование, они могут работать в разных сферах. Это экономика, образование, международные отношения. Это очень важно, потому что и удивительно, и возможно, хотелось бы в будущем, чтобы ваши студенты работали и в муниципалитетах, внедряя, так скажем, принципы мудрости, которые есть. Вот наш один зритель из Ханглазского района посетовал на то, что вот Китай является тоталитарным государством и так далее. Вы знаете, принципы тоталитарного государства есть даже в демократических государствах. Оно проявляется разными формами. Вот рабство – это одна из форм. Кредит – это тоже в свое время рабство. Когда человек получает его, он вот эти надевает большие кабалы, и он не может уже с начальником разговаривать в другом тоне, в котором есть, потому что он должен, он обязан. Поэтому принципов очень много. Поэтому однозначно утверждать, что вот тоталитарный режим способствует такому нельзя. Вот подводя итоги сегодняшней нашего дискуссии, я бы хотел все-таки отметить следующие важные вещи. Вот очень интересной мыслью мне является мысль Ден Сиопина, который в свое время сказал, для истории драгоценен не только опыт, полученный в результате успехов, но и те уроки, которые явились следствием ошибок и поражений. Если, разбатывая наш политический курс, мы будем руководствоваться пониманием этого, то сможем обеспечить идейное единство всей партии, достигнуть нового уровня ее сплоченности. Это самая надежная основа. Вот обратите внимание, даже вот в маленьком этом коротком мудрости слов Ден Сиопина мы видим, первое, опыт единства и открытость к новым созидательным дорогам. И очень бы хотелось, чтобы наша республика, наш народ обратил на это самое особое внимание, потому что мы живем в очень достаточно сложное время неопределенности, где ключевыми факторами всегда будут развитие человека, его здоровье и сознание. Поэтому, дорогие коллеги, учите вот интересные мудрости, которые у нас, развивайте науку, образование, культуру в себе, храните те традиции, которые есть у нашего народа, тогда у нас получится. Нельзя сказать, что экономика меняет. Человек меняет сознание, человек меняет культуру, человек меняет окружающую действительность и идеи правят миром. Не надо повторять полностью, которые есть, а вот учиться мудрости других народов. Это очень важно. Дорогие друзья, мы были очень рады сегодня встретиться с вами. Дорогие телезрители и радиослушатели, большое спасибо, что вы были с нами. Мы заканчиваем программу «Якутск» сегодня. За режиссерским пультом были Мария Новгородова, Ольга Степанова и с вами был я, Юрий Семенов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok